Всем привет! В эфире программа Культфьюжн. Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. Медиахолдинг Тверской проспект с размахом отметил 25-летие со дня основания. Сегодня в его состав входит три телеканала ТНТ Тверской проспект, Тверской проспект регион и Панорама ТВ, а также шесть радиостанций Европа Плюс, Русское радио, Радио Шансон, Милицейская волна, Хит-ФМ, Радио Монте-Карло. Столичные партнеры приехали поздравить компанию с юбилеем. Коллеги показывают высокий профессионализм, работая с этим форматом, как и в области эфира, так и в области продвижения этого эфира и в принципе бренда на территории города. С Игорем Александровичем уже с 98-го года осуществляется сотрудничество. Ни Игорь Александрович, ни мы марку не опускаем, наоборот набираем с каждым годом все больше и больше оборотов. Игорь Александрович, с праздником вас так держать, поздравляем. Тверь, родина Михаила Круга, она считается колыбелью, скажем так, отечественного современного шансона. Спасибо холдингу Тверской проспект за то, что вы с нами уже 16 лет. 25 лет это только начало, это большой трамплин, большие дела, поэтому хочется пожелать долгого длинного творческого пути и обязательно реализации всего задуманного. После официальной части праздник продолжился в ресторане Панорама на 22 этаже бизнес-центра Тверь. Русское радио сделало настоящий подарок для сотрудников компании и почетных гостей. Перед собравшимися выступила группа Виагра. Знаменитая трио исполнила известные хиты и, конечно, поздравила руководство медиахолдинга со столь важной юбилейной датой. Всем привет, ми-группа Виагра. И сегодня медиахолдингу Тверской проспект 25 лет. Мы желаем процветания и успехов во всем. Мы вас очень любим. Добрый день, дорогие друзья. Я хочу рассказать вам о следующих наших проектах нашей музыкальной осени в киноконцертном зале Панорама. Вот уже совсем скоро, 8 ноября, нам с вами предстоит встреча с одним из самых известных камерных оркестров мира. Это Московский камерный оркестр «Московская камерата». В прошлом году наши зрители уже имели возможность слышать этот оркестр, были только в положительные впечатления. И вот в этом году, 8 ноября, снова на сцене киноконцертного зала «Панорама» камерный оркестр «Московская камерата». И солисты-вокалисты филармонического отделения «Москонцерта». Программа называется «Кругосветное путешествие». И мы с вами отправимся в кругосветное путешествие с оркестром. Где нам предоставится замечательная возможность услышать произведения композиторов разных стран и континентов. Окунуться и на север, и на юг нашего земного шара. Билеты еще есть в продаже. Информацию можно уточнить по телефону 300 033, либо на сайте panorama.ru. До встречи в киноконцертном зале «Панорама». А уже на следующий день, 9 ноября, мы приглашаем людей совсем другого вкуса и других музыкальных предпочтений. На нашей сцене будет Алена Свиридова со своим коллективом. Концерт акустический, безусловно, достоин внимания. Алена Свиридова – это популярная артистка, песни которой давно любимы миллионами слушателей. Ее репертуар включает в себя множество настоящих хитов, и эта певица уже давно не нуждается в представлении. Наша героиня не раз получала премию «Золотой граммофон». Пробовала себя в новом амплуа, представ перед зрителями в качестве ведущей реалити-шоу «Гарем», которое было очень популярно. Алена Свиридова – российская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая, член Союза писателей Российской Федерации, заслуженная артистка Российской Федерации. Одна из самых стильных звезд отечественного шоу-бизнеса. Она была и есть популярная певица. Ее песни давно любимы миллионами слушателей. Кажется, уже нечем удивить поклонников, а нет. Свиридова становится одной из самых ярких участниц популярного телевизионного шоу «Три аккорда». Алена Свиридова просто всех очаровала. И вновь лучшие хиты и стопроцентные шлягеры. И в этом нам предстоит убедиться 9 ноября в 18 часов в киноконцертном зале «Панорама». Билеты еще есть в продаже. Информация по телефону 300-033 и на сайте panorama.defistvir.ru Наша музыкальная осень продолжается. И теперь она продолжается вместе с Олегом Газмановым, с его замечательной программой и туром по всей стране «Жить так жить». 50 лет на сцене. И 11 ноября мы ждем вас в киноконцертном зале «Панорама» на встречу с Олегом Газмановым и его шикарным, замечательным и неунывающим коллективом. Олег Газманов – поэт, певец, композитор, народный и заслуженный артист России, кавалер орденов за заслуги перед Отечеством, четвертой степени и ордена почета, многократный обладатель российских музыкальных премий, лауреат фестивалей и конкурсов, самых престижных как в России, так и в Европе. Многие песни Олега Газманова стали народными, их знают и поют несколько поколений. Репертуар поражает своим тематическим разнообразием. От лирики до веселых танцевальных песен, до глубоко патриотических, гражданственных произведений. При этом поэтическим образом и артистическому дару большое количество его песен получили долгую жизнь и стали поистине всенародно любимыми. Эскадрон, офицеры, Ясаул, Москва, Мама, Сделан в СССР, Мой храм, Единственное, Мои ясные дни, Морячка, Свежий ветер и многие-многие другие. Невероятная энергетика на концертах Олега Газманова настолько сильна, что с первой песни в зале возникает неповторимая атмосфера. А его общение со зрителями дарит массу позитивных и незабываемых эмоций. Каждый концерт не похож на остальные. Зрителям не придется скучать, так как в голове Олега эскадрон его новых идей и мыслей шальных. Итак, музыкальная осень в киноконцертном зале «Панорама» в самом разгаре. Мы ждем любителей разных стилей и жанров. Информацию о наших проектах можно узнать по телефону 300-033 на сайте panorama.defis.ru А мне хочется напомнить известные всем слова Джона Леннона, что время, проведенное с удовольствием, не потрачено напрасно. И от себя добавить в киноконцертном зале «Панорама». До новых встреч! А сейчас я расскажу о том, что можно посмотреть на большом экране. О киноновинках в нашей специальной рубрике. Фильм в жанре фэнтези является продолжением картины 2014 года «Малефицента». Также лента сохранила свой звездный состав. Прошло уже несколько лет с тех пор, как «Малефицента» заколдовала юную принцессу Аврору, наложив на нее злые чары. Однако темная фея сама смогла отменить свое колдовство, после чего они сильно сблизились с девушкой. Теперь ей предстоит стать настоящей королевой, хотя народ сомневается в ее способностях и возможностях, что сильно ранит белокурую героиню. Любовь – это источник нескончаемых бед. Поверь мне, наша будет другой. А в это же самое время в волшебный лес проникает настоящее зло. Оно не щадит никого на своем пути и намеренно уничтожит лес полностью вместе с его диковинными обитателями. Когда ситуация вышла из-под контроля, Малефисента предлагает девушке снова объединиться в борьбе с коварным врагом. Вместе им предстоит противостоять натиску сильного противника, иначе природа и все жители топких болот погибнут. А следом даже участь ожидает и жителей королевства. Смогут ли героини снова пройти очередное испытание? Или темная фея, переродившаяся и полюбив девочку искренней любовью, теперь слишком уязвима для нечистой силы? Ответы на эти вопросы узнаете, посмотрев картину, которая с 17 сентября стартовала в прокате на большом экране в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Заказ и бронирование билетов на сеанс по телефону 300 033 или на сайте panorama.ru. На этом программа наша завершается, но я пошла искать новые интересные события, которые произойдут в нашем с вами городе в ближайшее время. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова